Всем пламенный привет, или лучше сказать заохватывающий. Ха, поняли да? Поняли? Хотя нет, я же еще не объяснил. Меня зовут Даньяр, и я обожаю кино и искусство. В современных фильмах можно создать все, что угодно. Сегодня мы поговорим о визуализации компьютерной графики в кино. Огромные цунами, разрушающие города, взрывы техники, да и исторические динозавры, путешествия по космосу, симуляция различного рода. Короче говоря, все, что влезет в голову. Как же все это было сделано? Смотрим до конца, и после просмотра оставляем отзывы. Это важно. Чтобы показать зрителю сцену, не существующую в реальности, а строить город в павильоне очень затратно, дорого, да и бессмысленно, для этого нам нужно все это построить виртуально. И мы начнем с самых основ. Концепт арт. Как правило, создается на начальной стадии разработки проекта, до создания финальной версии. Так как в голливудских фильмах работают аж 2000 работников над спецэффектами. К примеру, возьмем всеми известным блокбастером Мстителей. Чтобы понимать тональность будущей картины и визуальную идею режиссера, переходя к реализации произведения, делают концепт арт. Моделирование. Создание полигональной сетки. Это самая популярная технология над созданием трехмерных объектов. Полигон состоит из граней, точек и ребр. То есть, сложная модель – это многогранник. Можно создать любых требуемых объектов. А что если модель более живучая, рептилии, например? Сперва сделаем грубую форму, и посредством инструментов произведем различного рода манипуляции. Как если бы скульптор работал над обычной глиной. Это называется скульптингом. Топология. Это как сетка выглядит на модели. Важно, чтобы сетка была построена правильно. После как модель готова, проводят на модели ретопологию. Так как в скульптинге модельная сетка искривляется, воздействуя всякие манипуляции, это делают для удобств аниматорам и нанесения шейдинга. Так как с некоретной сеткой работать неудобно. Компьютерная анимация. Оживление любого объекта, механизма или сложного персонажа. Для удобств аниматорам прорабатывают рик. Это привязка контрола к скелету, за который аниматор дергает как за ниточки и управляет персонажем. В больших проектах прорабатывают изнутри, от скелета до мускулатуры. И также анимируют. Ведь в сцене персонажи должны чем-то заниматься. Итак, у нас модель готова. Но она выглядит однородно. Шейдинг. Простыми словами это раскраска. Это существенно больше, чем просто текстура и материал. Включая в себя не только физические свойства материала, но и характерные свойства поверхности. Например, шероховатость, бетонность. Таким образом, это некий алгоритм, по которому осуществляется визуализация элемента поверхности. Еще опирается как на понимание физической природы. Ведь материалы могут отражаться, преломляться, пропускать через себя свет и тому подобное. Чтобы можно было нанести текстуру на модель, делаем ее развертку. Иными словами, разворачиваем 3D модель в 2D. А теперь поговорим о визуализации. Рендер. На практике я столкнулся с тем, что вывод от того кадра сложной сцены занимает часы. Рендер очень тесно связан с шейдингом и освещением. За последние 10 лет рендеры проделали огромный путь к фотореализму. Любая сцена, будь то в кино, в 3D, не будет выглядеть естественно и красиво без света. Это одна из самых важных вещей. Хороший свет очень затратен при ресурсах компьютера. То есть, чем сложнее сцена, тем сложнее рассчитать в ней свет. Так как материалы могут отражать, преломлять и рассеивать свет. В итоге смоделировали персонажа, оживили его и добавили текстуру. Теперь, как же его добавить в отснятый материал? Композ. Это многослойная склейка всего в едино. Когда нужные материалы отрендерили, что-то отсняли на хромакей, подготовили нужные футажи. Все это нужно собрать вместе, чтобы не выглядел как склейка непонятно чего. Это и есть композитинг. Считается финальной стадией. Работа эта совсем не простая, требует много внимания к малейшим деталям. Создание компьютерной графики или VFX очень творческий процесс и требуемый навыков на высоком уровне. Бюджеты голливудских фильмов показывают, что это дорогое удовольствие современности. На этом все. Я попытался кратко рассказать о спецэффектах в кино. В следующем видео поговорим о симуляции, как соединяет съемочный материал с CG-объектами. Так что подписываемся, ставим лайки.